Мэр Тамбова Наталья Макаревич, улетевшая в разгар эпидемии коронавируса на отдых в Вьетнам и застрявшая там по причине этой самой эпидемии, получит премию в размере двух месячных окладов, а именно 400 тысяч рублей. Такое решение в конце прошлой недели приняли депутаты Тамбовской и Городской Думы, скажу честно, перерыл пол Рунета, чтобы найти объяснение за какие заслуги, все что нашлось, эта премия предусмотрена системой оплаты труда, заложена в бюджет, основанием для невыплаты были бы недостатки в работе, то есть потому что гладиолусы, если совсем по-русски, вот захотели мы заплатить тетеньке премию и все. Классно, слушайте, не жизнь в России, а сказка у некоторых. На дворе кризис, все летит в тартар, эпидемия еще какая-то до кучи образовалась, народ по норам загнали, вся страна на вынужденных каникулах. А чем в это время занимаются чиновники? Ну хорошо, отдельно взятая чиновница, вот глава Тамбова, она отдыхает на другом конце планеты, воистину. Кому война, кому мать родна. В любой другой стране за такой пофигизм мэра бы уволили. В Советском Союзе вообще посадили, а вот в современной России премируют. 24 депутата из 26 проголосовали за, в смысле за премию. Слушайте, вывод напрашивается сам собой. Они бы поступили точно так же. Начинаем! А правительство России продолжает издеваться, ой, то есть оказывать меры поддержки населению в критической ситуации. Вот как на прошлой неделе начали, так и продолжают в минувшую среду. Напомню, великий кормчий объявил о режиме изоляции граждан друг от друга, повелел закрыть все, что можно, кроме магазинов, продающих товары первой необходимости. Правда, с одной оговоркой. Это все за ваш счет, ребята. Ребята пару дней переваривали услышанное, а когда осознали что-то, привет им главный передал, взвыли. Выли громко, до главного дошло. В тот, в свою очередь, репу почесал, предложил встретиться, ну, мол, давайте выработаем какой-то план совместных действий. Вы только подробнее расскажите о своих чаяниях, чтобы у меня прорисовалась предельно четкая картинка. Я сейчас без слез постараюсь вас умолять, но на самом деле это трагедия, то есть просто трагедия. Мы понимаем. Ну да, Васька слушал, да кушал. На следующий день решение было найдено, сейчас держитесь за что-нибудь. Вице-премьер по экономике Белоусов предложил предпринимателям прокредитоваться в банках. Ну правильно, что заморачиваться. Если у людей нет хлеба, пускай едят пирожные, тут то же самое. Нечем платить зарплату во время вынужденного простоя, идите к Грефу, возьмите кредит. В данном случае только поаплодировать. Можно такому наплевательскому отношению. Почему поаплодировать? Да потому что ничего другого не остается еще раз. Люди, блин, за помощью к президенту пришли, мол, ну вы же нас уничтожите. Мы в такую долговую яму провалимся, из нее не выбраться никогда. А что президент? В 90-е бы это назвали на счетчик поставил. Ну простите, мы вот реально с вами играем по сценариям, которые я уже многие десятилетия при разных так называемых властителях вижу. Один и тот же сценарий абсолютно, он откатанный. Обязательно приходить на любые вот мероприятия можно приходить только в одном состоянии. В состоянии челобитный и на коленях. Вот сейчас хочу обратиться к маргиналам, которые в принципе редко включают голову или вообще ничем не интересуются. На выборах это такой электорат вечного одобрямса, лишь бы не было войны. Так вот, господа, как раз о войне хотел сказать. А вы знаете, тренд-то уже задан. Если завтра вдруг и правда объявят мобилизацию, не удивляйтесь, когда придя на сборный пункт вам скажут, дорогой мой, за обмундирование и за оружие, которое тебе скоро выдадут, придется заплатить. Кстати, если ты собираешься жить в казарме, отчитай, пожалуйста, за гостиницу. Ах, денег у тебя нет, так это не проблема. Вон Сбербанк как раз акцию проводит, называется «Кредит на танк» или «Собери солдата на войну». Честно скажу, вот еще пару недель назад я бы сказал, только что был Степ. Сегодня, ну, видимо, оное можно расценивать как предсказание. Это реальная журналистика. Власти уже не скрывают, что им наплевать тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Еще один пример того, как чиновники решают проблемы в критических ситуациях. Он, правда, не первый свежести, но такой очень показательный. Знакомьтесь, эту женщину зовут Юлия Фрелих. Она врач, еще недавно работала в Сочинской городской больнице номер 5, но однажды, о ужас! Юлия набралась наглости рассказать россиянам о том, что больница, мягко говоря, не очень соответствует медицинским стандартам, о том, что в клинике нет необходимого оборудования, не хватает лекарств, часто с пациентов вымогают деньги за лечение, ну и так далее. Вот это видеообращение. Да что там говорить, в больнице даже нет элементарных глюкометров. Мы вынуждены покупать свои глюкометры, свои тест-полоски и измерять гликемию вот таким вот несанкционерам, по сути дела, способом. В итоге женщину уволили по статье о разглашении медицинской тайны. То есть, понимаете, рассказать людям правду о плачевном состоянии медучреждения, от которого вообще-то жизни человеческие зависят, обратить на проблемы внимания общественности, это теперь преступлением считается. Врач тайну какую-то разгласила, оказывается. Вообще сама по себе ситуация абсурдна. Настолько абсурдна, что даже судьи, от которых мы уже давным-давно не ждем никакой справедливости, и те не хотят в этой грязи пачкаться. Один судья уже о самоотводе заявил, другой пока тянет с разбирательствами. Ну, понимаете, да? К чему я вспомнил историю этой Юли? Да таких, как она, могло быть тысячи. Просто боятся доктора. Их запугивают, на них давят. В нашей стране ведь полчища надзирателей сформированы, я не оговорился сейчас. За каждым неблагонадежным, читай, честным человеком присматривает с десяток полицаев. Полицаев в данном случае метафора. Я, когда произношу это слово, вот таких граждан себе представляю. Поэтому вот вы просто задумайтесь. Не дай бог, конечно, но вот вдруг этот вирус поразит вас или кого-то из ваших близких. Что вам сможет предложить наше оптимизированное здравоохранение? Катафалк? В ожидании вакцины Минздрав опубликовал список препаратов, которые могут помочь. При коронавирусе они обычно используются для борьбы с ВИЧ, гепатитом и с рассеянным склерозом. Ага, а еще можно попробовать таблетки от беременности, средства для потенции, смазку какую-нибудь анальную. Короче, помирать так с музыкой. А чем же в это непростое время заняты остальные чиновники, которые не борются с коронавирусом? Ну есть ведь и такие. За окном, помимо прочего, финансовый кризис гуляет. А я вам расскажу, чем. Эти ребята, как обычно, потемкинские деревни строят и реализуют какие-то мегафантастические проекты. Ну, те, что из области фантастики. Пожалуйста. Министр экономики Решетников пообещал Владимиру Путину резкий скачок доходов бедных слоев населения. Реально резкий, аж на 30%. Эээ, зуб даю, сказал. Правда, не все бедные озолотятся, а только жители 10 российских регионов. И не сразу. А через 5 лет. А теперь барабанная дробь. Для реализации своей задумки Решетников возьмет из федерального бюджета 50 миллиардов рублей. Ай, молодец какой. Слушайте, может и мне тоже бреда какого-нибудь наобещать? Мол, лет через 20 я вас такими новаторскими идеями завалю, обзавидуйтесь. 50 ярдов только дайте. Ну, действительно, друзья. В миллионный раз убеждаюсь и смех, и грех. Это у нас с вами кризис. Страх неопределенности даже ближайшего будущего. У этих все хорошо. Ешь ананасы, рябчиков жуй. Блин, вот даже продолжать не хочется. Но и на частично оптимистической ноте все-таки хочется закончить. Левада Центр тут опрос провел по заказу открытых медиа. И вот что выяснилось. 62% россиян хотят введения предельного возраста для президента. 35% опрошенных не хотят, чтобы лидером страны был пенсионер. Еще 23% сказали мягче. Ну, 70 лет уже пора бы и на заслуженный отдых. К слову, Владимиру Путину по истечению его четвертого срока будет уже 72%. Забавная какая штука, а? Когда опрос Левады проводится не по заказу Кремля, у них результаты какими-то другими получаются. Непривычными для нас. А как же 150% жителей заявили, что мечтали бы, дабы Владимир Владимирович управлял великой и могучей даже после своей смерти. А, впрочем, Песков уже поспешил намекнуть, что это какие-то необъективные данные. Мол, они располагают иной статистикой. Хотя, чего я удивляюсь. У нас ведь в стране как? Так, по любому вопросу существует только два альтернативных мнения. Одно – это мнение власти, а другое – неправильное. Ладно, все, закругляться пора. Это была реальная журналистика, дальше сами все знаете. Ссылка на YouTube-страничку сверху, подписывайтесь. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте, темы предлагайте. Под ними мы обсудим, а я за сим. Спешу откланяться, пока. Пока!